Это не просто, да, вот жилье с ремонтом, заехал и живи. В других случаях, даже если новостройка будет новая, вряд ли вы окажетесь единственным собственником. И я всегда у людей спрашиваю, новостройки или с ремонтом, потому что это совершенно-совершенно разные вещи, но и то, и то называется вторичное жилье. Вторичное жилье в Анапе неоправданно дорогое. Почему? Всем привет, друзья, с вами Светлана, и сегодня я вместе с вами прогуляюсь на Черное море, ну а параллельно как раз вам расскажу очень интересную тему, мои наблюдения, да, пока я побыла 2,5 месяца риэлтором, вот расскажу, какие наблюдения я сделала по вторичному жилью. Спасибо, что зашли ко мне на канал. Если понравится тема, заранее попрошу вас поставить лайк. Если не понравится, то жду вас в комментариях, чтобы вы рассказали, что конкретно вам не понравилось или с чем вы конкретно не согласны. Это чисто мои суждения, мои выводы, которые я сделала по недвижимости именно в Анапе. И акцент мы будем делать в этом ролике именно на то, что это находится в Анапе. То есть другие города нашей страны я не беру в учет. Вот как раз-таки на фоне других городов и начнется сравнение. Вторичный фонд в Анапе – это очень интересная такая тема, потому что это не просто, да, вот жилье с ремонтом, заехал и живи. Это немножко более обширное понятие, потому что вторичным фондом считается все, у кого есть, допустим, второй собственник. То есть вы можете по факту стать первым собственником, если покупаете квартиру либо от застройщика, либо по переуступке. В других случаях, даже если новостройка будет новая, вряд ли вы окажетесь единственным собственником. И даже если там нет ремонта, да, но квартира уже была в собственности, вы уже будете вторым собственником. И именно с этого момента жилье называется вторичным. Когда мне просят люди, найдите, пожалуйста, подешевле вариант вторичного жилья. И я всегда у людей спрашиваю новостройки или с ремонтом, потому что это совершенно-совершенно разные вещи, но и то, и то называется вторичное жилье. О, у нас, кстати, задул небольшой ветерок. Когда я шла сюда, ветра не было. Сейчас появился ветерок. Даже небольшие капельки дождя попадают. Буду стараться укрывать микрофон, чтобы вам было лучше слышно. Вот такая вот у нас капризная погода. Сегодня был даже дождь. Вот сейчас у нас выглядывает солнышко на горизонте. А мы идем потихонечку к морю. Я сейчас нахожусь не в Анапе, а в Витязеве. Это в 13 километрах от города. Здесь у нас песчаные пляжи. Это мека для летнего курортного отдыха, потому что здесь самые детские пляжи считаются. У нас именно в Витязево и на Пионерском проспекте. Ну, а чтобы не отрываться от темы про вторичное жилье, вторичное жилье в Анапе неоправданно дорогое. Почему неоправданно дорогое? Потому что во всех нормальных городах нашей страны, абсолютно во всех, все-таки вторичное жилье стоит дешевле. И это правильно. Оно и должно стоить дешевле, потому что оно уже бывшего употребления, можно так сказать. Там жили уже люди. И, соответственно, это уже чье-то жилье было до вас. Поэтому как оно может стоить дороже новостройки, свежего и хорошего, комфортного жилья. Но в Анапе все напрочь не так. Абсолютно не так. У нас сейчас у застройщиков, получается, по городу самые низкие цены. Это нонсенс, с учетом, что новые застройщики в основном, в большинстве своем, строят монолитные дома. Это вам уже не панельные дома. Хотя есть застройщики, которые до сих пор строят панельки, но у них и жилье отличается особой бюджетностью. Все-таки современные новые застройщики, которые строят свежие новостройки в Анапе, они делают дома монолитными, что уже, в принципе, дороже стоит тех домов, которые были построены еще в 70-80-х годах. Жилье в этих новостройках стоит дешевле, чем в этих же 70-80-х вторичное жилье. Ну, с ремонтом. Ремонт – это вообще отдельная тема. Давайте о нем конкретно поговорим. Ремонтом в Анапе считается либо чистовая отделка без мебели, это просто косметический ремонт, либо ремонт полноценный. То есть заходи и живи, где не нужно покупать мебель, технику и прочее. Все остается. Но в большинстве случаев, когда продают недвижимость, забирают электрическую, какую-то бытовую технику, даже холодильники забирают. То есть по факту вы покупаете квартиру просто в чистовой отделке, где у вас просто оклеены стены, дверь межкомнатная установлена. Ну и санузел остается, естественно, тоже. Ценник дороже ставят, потому что уже сделан ремонт. Но когда меня просят, найдите, пожалуйста, плохую вторичку, там старенькую вторичку, люди просто не верят, что старенькая вторичка будет стоить дороже свеженькой вторички. Но это факт. В Анапе именно все так обстоит дело. Поэтому, когда люди говорят, нам бы вот недорогое жилье, я всегда в первую очередь предлагаю новостройку. Потому что купить новостройку и сделать ремонт, не сильно размахиваясь, да, на какую-то помпезность, выгоднее и дешевле. И более того, у вас будет свежий ремонт в квартире, чем покупать квартиру, какая-то с ремонтом, допустим, на любителя, да, еще и мебель там, допустим, какая-то старенькая, в которой вы по-любому не захотите жить, наверняка купите что-то новое и свое. Поэтому в таких моментах, конечно, дешевле купить новостройку, сделать ремонт. Да, подождать какое-то время на ремонт, и ремонт не очень дешево стоит. Однако, поверьте, результатом вы будете довольны больше, чем купите сразу вторичку, которая уже вроде как с ремонтом, но вы в ней не сможете просто жить. И вот очень удивляет, когда подыскиваешь человеку жилье и смотришь такие микрорайоны уже, ну вот в которых, ну, по-любому должно быть дешевле, потому что ведь очень старые построенные дома, малосемейки те же самые. Есть там на космонавтов, допустим, дом такой один из знаменитых. Он очень-очень древний, скажем так, ну, на фоне новостроя Канапы. И, чтобы вы понимали, однокомнатная квартира там стоит миллион девятьсот. Но это малосемейка, там даже нет балкона, у вас просто комната с туалетом. Лучше или подсобирать и купить уже полноценную однокомнатную квартиру, хотя бы с каким-то ремонтом, но посвежее дом, либо взять в ЖК Холидей Хаус. Ну, на крайняк можно в Горгипе что-то посмотреть. В Горгипе сейчас от застройщика нету цен за миллион девятьсот. У них ценник уже начинается тоже от двух миллионов с копейками за новое жилье. И ремонт там тоже эконом. Поэтому, если уж и выбирать, то можно Холидей Хаус рассмотреть. Там действительно хорошая отделка будет, сразу качественная. Это если из недорогого жилья. Но есть, конечно, хорошие ЖК там в районе восточного рынка. Это раз-два-три времена года, привилегии. Они стоят изначально, да, дороже, чем вторичный фонд за миллион девятьсот. Но вы уже живете нормально в развитой части города. У вас вся инфраструктура рядышком с вами. И вы понимаете, что вы живете в свежем доме. Все-таки не в убитом доме, который там уже цать лет и нуждается в капитальном ремонте. Вы живете сразу в адекватном хорошем жилье. Я не знаю, насколько сейчас меня хорошо слышно. Может быть, что-то и перебивается. Но ветер, я вам хочу сказать, тут нехилый разыгрался. Это огромные волны, прекрасный шторм. Я не пожалела, что выбралась именно сегодня в такую вроде бы ветреную погоду. Но мне тепло. Мне не холодно абсолютно. Это приятное теплое дуновение ветерка, которое, смотрите, какой силой разносят волны к берегу, несет их. На это стоит приехать и посмотреть. Потому что летом тоже, конечно, бывает шторма. Но зимой, когда, посмотрите, вокруг никого, так сказать, практически не души, хотя лавочки все заняты. Вот она лавочка, люди сидят и дальше. Это, кстати, центральный пляж Витязева. Забыла вам об этом сказать. Возможно, вы его летом точно не узнаете, потому что здесь стоят навесы, катамараны, прокат, гидроскутеров, ну и прочее, прочее, все, что связано с курортной тематикой. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь с той тучи. Вот задувает уже, если честно. Поэтому, смотрите, если вы хотите действительно подобрать нормальное жилье, у меня такой подход к людям. Я лучше продам меньше, да, вариантов, но я их продам как к себе. То есть я никогда не ищу вариант, лишь бы продать, да, лишь бы вот человек свои деньги потратил. Потому что я сама понимаю, какие здесь большие цены и такие бешеные деньги отдавать на то, что не стоят своих денег. Ну, просто мне даже неудобно такое людям предлагать. Поэтому не думайте, что если я вам говорю, что нельзя купить двухкомнатную квартиру за 2,5 миллиона, что я там лукавлю или пытаюсь вас выбить на более большую стоимость. Абсолютно нет. Просто за эти деньги вы действительно не купите двухкомнатную квартиру. Вы купите какую-нибудь обманку, да, где будет очень маленькая планировка, квадратура. И опять-таки она не будет двухкомнатной. Она была когда-то, скорее всего, однокомнатная. Из нее все сделали евро двухкомнатная. Пытаются продавать как полноценную двухкомнатную. Такое же тоже есть. Конечно, евро двухкомнатная – это сейчас самый ходовой, популярный вариант, если брать, да, уже больше одной комнаты. Потому что по стоимости стоит дешевле двухкомнатная, но по функционалу примерно то же самое. Но есть случаи, когда необходимо именно раздельные две комнаты. Вот как мы с мужем купили, допустим, двухкомнатную в свободной планировке и сделали полноценные две комнаты. Не стали делать евро двухкомнатную, хотя у нас всего 58 квадратных метров. Это не такая уж и большая площадь для двухкомнатной квартиры. Но мы решились на это. Просто нету таких больших-больших финансов, чтобы покупать полноценную двухкомнатную уже со стенами, с ремонтом. Поэтому мы решили делать ремонт понемножечку, постепенно, не спеша. У нас никто не поторапливает. Нам есть где сейчас жить. Вот в Витязево мы, например, живем. Когда придет время, закончится ремонт и, надеюсь, переедем в город. Но есть люди, которым необходимо вложиться, просто вложиться, чтобы деньги не были, так сказать, просто на руках. Тогда вы можете особо не переживать. Берите в строящихся ЖК и, когда будет период предсдачи, уже можете продать и вытащить, так сказать, ваши деньги. И купите же то, что на этот момент, на текущее вам захочется. Все-таки цены растут. Даже если сейчас больше 60 тысяч на котловане, да, что-то строится и стоит, то оно по-любому вырастет в цене. Напомню, что самые такие ожидаемые стройки – это Тургеневский квартал второй от Гаммы. из строительной компании. Немножко единственное, что переносятся сроки, да, его ожидаемого начала строительства, оно будет где-то сейчас в апреле, в мае. Поэтому, может быть, если и раньше, то обязательно анонсирую. Потому что у меня есть люди, которые именно ее ждут. Вы можете также подождать эту стройку. Но если у вас уже сейчас есть деньги на руках, то, поверьте, есть и что, куда вложите сейчас. А потом, да, когда придет время, можно продать и что-то купить еще. Поэтому вы в любом случае однозначно не потеряете эти деньги. Все-таки, если покупать недвижимость в Анапе, она всегда будет пользоваться спросом. Посмотрите, даже рынок вторичного жилья. Какое убитое, только жилье не продают на Авито, и каких оно бешеных денег стоит. Поэтому берите новостройки, не задумываясь. Они будут в цене всегда, потому что они, как минимум, не убиты, они будут свежими. Поверьте, покупая квартиру с ремонтом, вы можете расстроиться, потому что ремонт – это дело индивидуального вкуса. И когда люди пишут в объявлениях, допустим, что делали ремонт для себя, хочется, конечно, порадоваться за них и поздравить их. Ведь действительно, когда делаешь для себя, вкладываешь душу, деньги, силы. Но ремонт для себя – это ремонт только для того человека, который этот ремонт делает. Тот, который хочет купить впоследствии эту квартиру, у него абсолютно другой вкус и другие взгляды на жизнь. И все равно это будет не мечта и не предел мечтаний, когда покупаешь с ремонтом вроде бы хорошим, но не под свой вкус, а каким-то чужим вкусом он сделан был. И, конечно, это хочется со временем потом все убрать, переделать. А вы представьте, сколько грязной будет потом работы и сколько вам нервов и сил. И если вы будете жить в этот момент в квартире, вы будете дискомфорт испытывать при ремонте. Поэтому берите свежую новостройку или что-то из недавно сдавшихся каких-то домов. Постепенно либо сразу делайте полностью ремонт, подключите строительные компании и бригады, либо же делайте своими силами, постепенно, не спеша. Но если вы действительно покупаете для переезда в Анапу, то я думаю, что ремонт вы будете делать сразу качественный, хороший для себя. Если вы делать не будете ремонта, вы можете потом перепродать и купить что-то другое. То есть в Анапе недвижимость только так покупается, продается, покупается, продается. Здесь живой рынок. Не верьте словам, что цены будут падать в Анапе. За три месяца, что я здесь работаю, я ни разу не увидела, чтобы где-то как-то цена упала. Она может падать только на перепродаже, когда человеку срочно нужно вывести свои деньги. Только в этом случае. В других случаях цена не будет никогда падать, потому что вот вы видите, ради чего сюда люди переезжают. Я неспроста пришла на море, потому что ради этого здесь и покупают квартиру. Ради этого климата, ради этого прекрасного моря, ради солнца, которое даже в такую ненастную погоду, смотрите, недавно вот совсем было у нас на горизонте. И здесь теплые зимы. У нас где-то сейчас плюс 6, плюс 7. Я не думаю, что где-то такая же хорошая погода сейчас есть у нас в центральной полосе. Все равно у вас уже более зимняя она. И вы как бы уже все-таки целенаправлены на то, чтобы перезимовать и дождаться весны наконец-то. А у нас здесь затяжная осень, и она прекрасна по-своему. Да и лето здесь чудесное, теплое. Можно в море купаться каждый день, как минимум. Но с инфраструктурой вопросы, конечно, должны решаться, и они будут решаться рано или поздно. В Анапе все будет хорошо, я уверена, потому что сейчас все-таки строятся школы, садики. И Анапа – это уже не зачуханная деревенька в своих-то, в прошлых годах. Это все-таки уже современный, молодой, развивающийся курортный город. Я, конечно, понимаю, что до Сочи нам еще очень далеко. Но Сочи очень сильно получили финансовые влияния во время Олимпиады. Если бы в Анапе была Олимпиада, я бы уверена, и Анапа уже пришла. А так все эти города на побережье Черного моря, они маленькие, привлекательные и, конечно же, не дешевые. Но про вторичное жилье подумайте, ведь все, что я сказала касаемо вторичного жилья, я думаю, многие с этим согласятся. Это вот мои наблюдения. Возможно, вы с ними согласитесь. И поможем сделать мир чуть лучше, чуть проще, если мы перестанем скупать вот эти дорогущие вторичные объекты, которые стоят неимоверных денег. Причем, когда продают вторичку 8-летней, 10-летней давности, и говорят, что здесь сделан качественный, хороший ремонт, но это забавно, потому что ремонт делался тоже 7-8 лет назад. Тогда и другие материалы были в моде, другие технологии. Сейчас же мы не стоим на месте, и ремонтное направление тоже меняется. Все меняется абсолютно. И, конечно, когда-то было в моде многоуровневые потолки, сейчас натяжной потолок это лаконично, просто, и лучше его сейчас нет альтернативы. На самом деле, натяжной потолок это такой тренд, причем такой классический тренд, я думаю, что он еще не скоро выйдет из моды. А вот многоуровневые гипсокартонные, допустим, вот эти вот потолки со встроенными спотами, это немножко уже сейчас не совсем модно. Я смотрю каналы по ремонту, конечно, мы сейчас делаем тоже ремонт в своей квартире, и невольно задумываемся на тему, какой ремонт будет у нас. И я уже столько новых тенденций увидела, и поняла, что действительно мы живем какими-то старыми предрассудками и стереотипами, и в моде сейчас минимализм. И поверьте, продать квартиру с минимализмом проще будет, чем продать квартиру захламленную, с какими-то коробами, да, с корпусной мебелью, с какими-то вычурными обоями. Но я образно говорю, я просто понимаю, что даже я, когда смотрю картинку, и вижу лаконичный, простой ремонт, или вижу ремонт помпезный, по хай-теку, какому-то другому стилю, и у меня глаз даже не лежит на этот ремонт, я бы выбрала лаконичный. И многие, я думаю, согласятся с тем, что светленький, простенький ремонт, но видно, да, из хорошего материала, будет стоить, я думаю, дороже, чем тот ремонт, который там с какими-то фотообоями, ну, крутыми, да, допустим, с какими-то натяжными потолками, фотопечатью. Ну, это все на индивидуальный вкус. Кому-то, может быть, и понравится этот ремонт, потому что все мы люди абсолютно разные, и у всех абсолютно разные вкусы, и по-любому каждый ремонт, да, найдет своего в итоге покупателя, да, в каждой квартире. Но сколько будут продаваться эти квартиры с этими вычурными ремонтами, непонятно. Поэтому цените свои деньги, если и вкладываете в недвижимость в Анапе, делать это осознанно, не спеша, обязательно не спеша. То есть, чем как бы хорошо, да, например, когда я ищу людям варианты, я никогда не давлю на людей. Я рассказываю и о плюсах, и о минусах, никогда не вставляю свое какое-то субъективное мнение, потому что я не себе как бы беру жилье, да, я просто говорю, если люди начинают сомневаться, да, или у них стоит вопрос выбора, я по новой рассказываю, что вот здесь вы получаете то-то, 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 но не получаете вот этого. Или вот это является таким-то минусом. А в этом варианте вы получаете то-то, 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 но не получаете то, что получаете в первом варианте. И вот такими наводящими фразами, да, вот рассказывая о том или о другом микрорайоне, да, о двух разных, допустим, микрорайонах, люди сами приходят к правильному выбору. Это вовсе не наводка моя, это просто логические рассуждения, потому что выбирать квартиру только им и жить впоследствии в квартире только им. Моя задача предостеречь от возможных, скажем так, вероятных минусов, с которыми они столкнутся, по-любому столкнутся, потому что не бывает идеальных ЖК. Вы сами прекрасно знаете, что еще не построили даже в Москве, даже в нашей столице идеального жилого комплекса. Такого просто быть не может, потому что у всех понятие хорошего, идеального места жительства или идеального дома, оно у всех разное. Поэтому построить один большой проект, который бы сразу удовлетворил потребностям большой массы людей, это просто невозможно. И все мы это понимаем. Поэтому, конечно, если есть мечта переехать жить на море, то надо искать плюсы, но и о минусах тоже надо рассказать. Ну, а с вами была Светлана, если вы хотите переехать в Анапу, если у вас есть такая мечта, если вы жить не можете без солнца, без моря, без песка, в конце концов, все-таки побережье в ту сторону, в Сочи, оно более крупногаличное или каменное. Поэтому приезжайте в Анапу, здесь у нас много песчаных пляжей, и каменные есть, и галечные у нас большой-большой ассортимент. Мне в Анапе искренне нравится. Я вот уже здесь проживаю больше двух с половиной лет, и я понимаю, что я только-только начинаю еще жить, и все самое лучшее еще впереди. И вот если вы близки мне по духу, да, вот у нас с вами одинаковые взгляды на этот город, если вы хотите приобрести жилье именно обдуманно, осознанно, не там, вот куда вам скажут, берите только это, это не берите, обращайтесь. Потому что я не буду говорить, что вот этот вот плохой, вот этот хороший, мы будем с вами искать и плюсы, и минусы, и они будут объективно, честными и правдивыми. Потому что я не хочу, чтобы после покупки недвижимости у вас остался осадок. Моя задача не продать вам что-то, а действительно быть советником, и может быть в какой-то степени даже другом, потому что, ну, у меня такие теплые взаимоотношения с людьми, с которыми я уже сотрудничала, которыми я уже помогала подбирать жилье. А я вам даже сейчас могу их перечислить. Это у нас Светлана и Роман из Архангельска, это у нас Александр, он у нас вообще дальнобойщик, он где только не бывал, и вот купил недавно квартиру в Анапе. Также Денис у нас купил кладовку, но он уже покупал квартиру в притяжении, и благодаря мне мы выбрали еще кладовое помещение в этом же ЖК, чтобы у него было место, где ему хранить самые такие нужные вещи, но габаритные, которые не вмещаются в квартиру. Также у нас еще вот Наталья и Дмитрий, они вот-вот только улетели обратно в Екатеринбург, я думаю, уже к Новому году уже вернутся, уже с вещами будут здесь, скорее всего, отмечать. Если даже не здесь, то в ближайшее время и на февраль они обязательно переедут уже окончательно в Анапу. Еще у нас есть Ольга, единственное, что мы с ней дистанционно сделку делали, поэтому я ее не видела, к сожалению, но обязательно, когда она приедет в Анапу, с удовольствием с ней увижусь, так сказать, вживую, познакомлюсь, потому что дистанционно было приятно с ней однозначно работать, только теплые остались впечатления от общения с этим прекрасным человеком. У меня ко всем людям хорошее отношение, потому что не из-за того, что они там, да, как-то помогают мне зарабатывать, а из-за того, что я понимаю, что люди нуждаются в моей помощи. И так как мне тоже нравится делиться полезной информацией, я люблю реально рассказывать о чем-то хорошем, о чем-то плохом, если это есть, то есть объективно и честно. Если люди спрашивают у меня какой-то совет или, возможно, нуждаются в каких-то моих рекомендациях, да, или наоборот, что-то хотят узнать, что другие люди мне расскажут, но я честно расскажу, они обращаются. И я это очень ценю, на самом деле, то, что люди ценят меня, и я их ценю так же. А то и втройнее больше, потому что очень приятно. В общем, теперь-то я вас отпускаю. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Я думаю, что это было нелегко, но, возможно, кто-то все-таки выдержал. И вы красавчики, не забудьте поставить себе лайк и написать комментарий, что вы досмотрели до конца. Мне будет, честно, очень приятно, потому что я практически неделю ничего не выкладывала. Вы сами видели, потому что в работе в таком интенсивном графике жизни вот только выходные, получается, вырваться к морю, что-то вам рассказать, снять. И я надеюсь, что вы оцените мой труд. Я рада стараться для вас, и только для вас это все делаю. На этом все, друзья. Блин, было приятно вот вновь окунуться вот в это, поделиться с вами этим. Надеюсь, что вам тоже было приятно. Всем пока-пока. Увидимся, я надеюсь, на следующей неделе. Я еще, кстати, на следующей неделе уеду в Курск в пятницу. Ну, приеду в субботу, но все равно. Так что ждите. Вот это вот последняя неделя в этом году, когда я буду снимать влоги из Анапы. Дальше будут влоги из моего родного Курска. Возможно, познакомлю вас с этим прекрасным городом Соловиновый край уже именно оттуда. Ну, а теперь точно все, иначе я вас не отпущу. Люблю, целую. Всем пока. С вами была Светлана. По недвижимости обращайтесь вот по этому номеру телефона. Либо в описании под видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok